В краевом правительстве прошло совещание руководителей региональных олимпийских советов трех федеральных округов России. Начало встречи Владимир Владимиров посвятил знаковым спортивным событиям ближайших лет. Среди них возрождение футбольного клуба «Динамо» и проведение эстафеты олимпийского огня. У нас в Старопольском крае было два города. Мы очень сильно за все переживали, но в целом принял участие порядка 50 тысяч человек. Это люди, которые радовались. Мы проводили такие знаковые мероприятия. У нас в Старополе такой снег пошел, что там огня не было видно. Но все протяжение стояли люди и радовались. 14 тысяч факелоносцев страны передавали огонь из рук в руки, общими усилиями преодолев более 65 тысяч километров. Все ждали только победы. Российская сборная завоевала 33 медали и стала первой в командном зачете. За всем этим стоит большая работа, немалую часть которой провел российский олимпийский комитет. Сегодня его руководитель приехал в Старополь, чтобы совместно с членами региональных комитетов обсудить приоритетные спортивные направления. Основная идея – это развитие клубов в школах, по месту учебы, спортивных клубов имеется в виду, по месту работы, по месту жительства и так далее. Рабочее название программы «Спорт для всех». Создавать специальные площадки хотят не только для досуга. Основная задача – это увлечение спортом и пропаганда здорового образа жизни. Олимпийский комитет – это орган, от которого можно получить поддержку в этих направлениях. Это касается закупки инвентаря, повышения квалификации тренера и не только. Это такая многопрофильная программа. Она сейчас находится еще в стадии формирования, поэтому идут консультации со всеми ее будущими участниками. Руководители региональных олимпийских советов трех федеральных округов обсудили возможные варианты. Уже в июне 2015 года впервые пройдут Европейские игры в Баку. В 2016-м спортсменов ждет летняя Олимпиада в Бразилии. Обсуждение программы «Спорт для всех» еще продолжается. Члены комитета отметили – старт еды идут на одном из ближайших заседаний.